К другим темам. Около 49 тысяч гектаров такова площадь, занятая озимыми культурами в нынешнем году. В эти дни в степной зоне республики приступили к их подкормке. Минувшая зима была малоснежной, поэтому обязательно нужно поддержать рост растений, говорят аграрии. Тему продолжит наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. На 60-гектарном поле вовсю идет подкормка зимой пшеницы. Зима снегом не баловала, говорят аграрии. Влаги не хватает. Без снежной защиты растения не сразу пошли в рост, поясняет руководитель бригады, прошлым сам агроном Владимир Шапкин. Потому и сейчас у земледельцев самая ответственная пора. В оптимальные сроки подкормить озимые культуры, озимая пшеница, озимый ячмень. В третьей бригаде они поселены на площади 450 гектар. Озимые находятся в хорошем состоянии. Сегодня первый день приступили к подкормке селитрой. 150 килограмм на гектар. Все практически средства защиты, средства от болезней, от вредителей, от сорняков все закуплены. В прошлом году на Вайвановце произвели около 15 тысяч тонн зерна. Урожай анастазимов достигло 50 центнеров с гектара. Эти показатели, говорят, надо сохранить и сегодня. Ключевую роль в этом играет качественный уход за растениями. Всего в Леницах необходимо подкормить и провести химобработку посевов на площади в 1700 гектаров. Парнивные начали уже расходить. Всего зиму надо теперь подкармливать. Технику подготовили. Сроки теперь как. Все еще можно сказать. Самая погода позволяла нам работать. Все от погоды зависит. И наш труд, как говорится. С отня на день здесь приступят к севу яровых культур. В целом по республике они займут свыше 240 тысяч гектаров. Чуть больше, чем в прошлом году. Как отмечает Минсельхоза КБР, в целом в посевной намерены задействовать порядка 1200 агрегатов, используя около 9 тысяч тонн ГСМ. Необходимый объем горючего в республике имеется. Семенами земледельцы также обеспечены. Для координации и консультирования аграриев в районах созданы оперативные штабы. Завершить весь комплекс весенних полевых работ планируют к 25 мая. Сафар Гириев, Марат Татруков. Действие Кабардино-Балкария.